Здравствуйте, друзья! Сегодня я бы хотел рассказать про модуль AirFit RS522. У меня было видео с распаковкой его, но я его еще никуда не применял и видео не снимал по этому поводу, как он работает и так далее. Ну что ж, в той распаковке, в принципе, я по всем характеристикам его проходился. Еще раз этого делать не буду. Вот. Значит, что я сделал? Я взял Arduino Uno, подключил к нему сервопровод, сервопривод, который тоже, в принципе, я про него рассказывал. И сам модуль. Значит, что должно происходить? То есть, в теории сервопривод встраивается в замок, и при прикосновении карточкой к считывателю, если эта карточка как бы у нас с открытым доступом, ну то есть, для этой карточки открыт у нас доступ, да, то серва поворачивается, тем самым открывает замок. Ну и дверь, естественно, у нас открывается. Если карточка у нас не занесена в базу данных, то ничего не происходит. Вот. Ну что ж, давайте я вам покажу, как это примерно работать будет. Вот, смотрите, вот у меня две карточки. Вот. Эта карточка не занесена у нас в список. То есть, я ее прислоняю, ничего не происходит. А вот карточка, которая занесена в список, прислонил, и видите, у нас открылся замок. Прошло 3 секунды, он снова закрылся. То есть, прислоняю, открылся замок, закрылся. Поворот у нас на 90 градусов происходит. В скетче можно выставить больше, можно задержку больше выставить и так далее. Вот такая вот простая схемка. Вот, все работает. То есть, можно внедрять у себя в комнате, в замок, все будет работать. Тем более, что у сервы разные насадки. То есть, под замок можно подобрать, чтобы он раскрывался и было замечательно. Ну и все сервомашинки, они, сервомоторчики разного, разной мощности. Если замок более массивный, следовательно, надо побольше сервушечку брать, а не эту малюсенькую. Вот. Ну, что, давайте теперь, наверное, перейдем на компьютер. И я вам расскажу про скетч. Ну и какие-нибудь нюансы, про нюансы подключения, куда что подключать. Ну, все, давайте. Так, ну что ж, друзья, вот мы на компьютер перешли. Вот, я вам схему открыл, подключение модуля RFID RC522. Значит, смотрите, у него получается 7 контактов, задействованные из 8. Вот, если поближе, сейчас, если поближе подкрутить, то есть, SDA, SCK, MOSI, NISO, GND, RST, 3.3 вольта. Значит, смотрим. SDA у нас подключается к 10-му порту, RST у нас к 9-му порту ARDUIN. Значит, дальше, SCK у нас к 13-му порту, MOSI у нас подключены к 11-му порту, вот, и ISO к 12-му порту, вот, земля у нас к земле на УНКе, ну, 3.3 вольта в 3.3 вольта, вот, подключились, значит, еще берем сервопровод, ой, ну, сервопривод, вот, у него три ножки, тоже, точнее, три контакта, уже не ножки, а контакты, вот, значит, тут идет черный, красный и оранжевый, вот, ну, черный или коричневый, вот он тут нависован, это у нас земля, красный, это у нас питание, 5 вольта, питается от 5 вольт, и оранжевый, это у нас передача данных, вот, как мы его подключаем, ну, естественно, землю к земле, питание 5 вольт, плюс 5 вольт, подключаем, вот, подключаем, сам, сам, сам дата, контакт, мы подключаем к шестому проводу, ну, к шестому контакту на ардуинке, вот, в этой схеме, которую я нашел, еще подключается зоммер, но у меня его нету, значит, у меня есть обычный двухконтактный, да, плюс-минус, вот, а сюда нужен трехконтактный, чтобы передавался определенный сигнал на него, у него, к сожалению, не было, поэтому и схема его, как бы, убрали. Ну, что ж, давайте, наверное, приступим к скетчу, вот такой вот у нас скетч, то есть, тут подключается у нас модуль управления серво, SPI, модуль, это работа с SPI протоколом, вот этот модуль работы у нас вот как раз написано библиотека RFID, работа со считывателем, вот тут объявляется передача данных по каким портам на этот считыватель, 10-й, 9-й порт, вот, значит, тут объявляется, что хранение номера метки будет в десятичном формате, вот, ну, что ж, далее тут инициализация SPI, но тут, в общем, тут некоторые пункты у нас описаны, что для чего делать, вот, 0, это у нас устанавливаем серво в закрытое состояние, то есть, мы в 0, это значит, серва возвращается в то состояние, в каком она была и в начальном, вот, ну, тут будет поиск новой метки, будет ждать, пока мы прислоним, прислоним с карточку, да, выбор метки будет выбирать, вот, выдача серийного номера метки, ну, будет по порядку, вот, значит, далее, будет выводиться UID метки, UID метки в консоль, то есть, мы будем видеть, в принципе, любую метку, которую мы прислонили, будем видеть его UID, сюда добавляем UID именно той метки, которая, сейчас я договорился, той метки, к которой у нас разрешено открытие двери, вот, как мы его узнаем, ну, смотрите, вот, значит, проверяем скетч, да, скетч я оставлю ссылочку на него в описании, то есть, можно будет скачать, вот, и пользоваться, ну, либо на паузу нажать видео и просмотреть все, так, ну, что ж, у нас тут происходит, так, проверка закончилась, вот, давайте, заливаем его теперь в ардуинку, все, надалился, значит, смотрим, открываем монитор порта, потому что у нас тут написано, что мы, да, по сервису порту будем все это смотреть, открываем, вот, нам, типа, пишет, ожидает карточки, мы добавляем карточку, вот, все, на сервисе открылось, вот как раз номер карточки, который именно у нас задействован при открытии, вот, то есть, как только мы подносим карточку, которой у нас нет, видите, у нас просто, он ее по кругу крутит, 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 и ничего не происходит, значит, а так вот, можно вот этот номер взять, сюда вставить, и все у нас работает с этой карточкой, ну, давайте, проверим, через запятую, я вот не пробовал, давайте посмотрим, будет ли работать, так, перезагрузим, скетч, так, ну, давайте проверять, значит, старая метка, открылась у нас дверь, новая, новая, то же самое, открылась, через запятую, все замечательно, у нас начинает работать, ну, что ж, осталось немножко руками, да, поработать, все это пристроить, в замок, будет замечательно у вас работать, дверь на замке, вот, ну, что ж, кому понравилось, ставьте лайки, вот, подписывайтесь на канал, ну, что ж, еще, всем удачи желаю, да, добра, всего самого хорошего, здоровья, обязательно, куда же без него, все, всем пока,